Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать пьесу Александра Пушкина «Борис Годунов», смотрите это видео и будете знать о правлении Годунова столько же, сколько и человек, который прочитал эту пьесу. Написал её Пушкин в 1825 году во время ссылки в Михайловское. Драма посвящена периоду правления Бориса Годунова и вторжению Лжедмитрия I. Итак, 20 февраля 1598 года. Общаются два князя – Шуйский и Воротынский. Размышляют, кто станет новым царём в Москве. Фишка в том, что Борис Годунов уже как месяц заперся со своей сестрой в монастыре и покинул все мирские заботы. А народ Бориса требует. – Да Борис будет. Поломается ещё немного и согласится. Иначе какой смысл ему было убивать прямого наследника – царевича-младенца? Воротынский уточняет. – А ты уверен, что это Борис его убил? А кто же ещё? – Только ему выгодна его смерть. Я ездил в Углич, всё разузнал. – И почему же ты ничего не предпринял? – Почему? – Да потому, что Годунов влияние большое имеет. И меня бы за моё расследование в тюрьму посадили бы. А потом и задавили. Я не трус, но и не дурак. Воротынский говорит, что, наверное, Годуновам совесть терзает. Кровь невинного младенца не даёт вступить на престол. – Ага. Ой, как терзает. – Взойдёт на престол. Можешь быть уверен. По мнению Воротынского, Годунов никто – выскочка. Даже у него с Шуйским больше прав на престол, чем у Бориса. Но… Народ его любит, а не князей. Умеет Годунов народ очаровать. Да и смелый он, в отличие от нас. Так и есть. Народ на коленях уговаривает Бориса Годунова стать их царём. И тот соглашается. Годунов собирает всех бояр. Говорит, что очень рассчитывает на их поддержку в своих делах. Бояре согласно кивают. Ещё бы кто-то был против… Проходит пять лет. В келье чудового монастыря отец Пимен заканчивает писать летопись. Молодой монах Григорий расспрашивает Пимена о смерти царевича Димитрия, которого убил Борис Годунов. Пимен в то время служил в Угличе. «Да, было дело. Видел я царицу над телом зарезанного сына. Поймали люди тогда трёх убийц. И они сказали, что Борис Годунов заказчиком был. Царевичу тогда было лет семь. Прошло уже двенадцать лет. Сегодня был бы таким, как ты. И правил бы, если бы не убили». Пимен сказал Григорию, что передаёт ему свой труд, чтобы он продолжил писать летопись о событиях, свидетелем которых станет. Но у Григория были другие планы. Он задумал кое-что посерьёзнее, чем писаниной страдать. Гришка Отрепьев убегает из монастыря. Царём захотел стать в Москве. Патриарх Чудовского монастыря распоряжается поймать негодника и сослать его в Соловецкий монастырь на вечное покаяние. В царских палатах ходит угрюмый Годунов. Уже шесть лет он царствует, а счастья в его душе нет. Причувствует какую-то беду. Гришка Отрепьев зашёл в корчму на литовской границе. Ему нужно было в Литву попасть. Вместе с ним были два бродяги-монаха – Мисаил и Варлаам. Хозяйка корчмы говорит, что из Москвы сбежал кто-то. Теперь на заставах всех проверяют. Гришка догадывается, что это о нём речь идёт. Хозяйка сказала, что в Литву можно попасть и другой дорогой и рассказала Гришке как. Заходят в корчму приставы. Видят троих мужиков. Сказали, что из Москвы сбежал некий Гришка Отрепьев. И указ у них есть, в котором написаны его приметы. Спросили, есть ли среди них грамотные, которые читать умеет. Гришка взял указ в руки. Читает. Царь повелел изловить его. Лет вору за пятьдесят смотрит на Варлаама. А рост он среднего, лоб пляшивый, борода седая, брюхо толстое. Приставы схватили Варлаама. Тот сам взял указ и стал по складам читать. Отроду ему двадцать. Ростом он мал. Грудь широкая, одна рука короче другой. Глаза голубые. Волосы рыжие. На щеке бородавка, на лбу другая. Ё-моё! Так это ведь ты, друг! Гришка прыгает в окно и убегает. В доме князя Шуйского собрались мужики. Бухает, развлекается. Когда все поуходили, к Шуйскому обращается Афанасий Пушкин. Говорит, что сегодня получил новости от своего племянника Гаврилы из Кракова. Дмитрий Царевич жив, говорит. Понятно. Ещё что-то. Да погоди ты! Какая разница, кто он? Настоящий или самозванец? Он появился? Значит, что-то дальше будет. С польским королём общался. И он обещал ему помочь. Шуйский говорит, что он не сомневается, что это самозванец. Но при этом всё равно опасно его появление здесь. Если народ узнает – быть беде. Шуйский идёт в царские палаты к Борису Годунову сказать о той новости, которую узнал от Пушкина. И о возможной опасности, если самозванец в Москву заявится. Годунов напомнил князю, что именно он ездил в Углич, чтобы засвидетельствовать смерть царевича. Потому спросил его, уверен ли он, что царевич был мёртв. Клянусь, был мёртв. Смотри мне, князь. Если обманываешь, то ждёт тебя казнь. Да такая, что царь Иван Васильевич от ужаса в гробу содрогнётся. Шуйский говорит, что он три дня в соборе посещал труп царевича. И рядом с ним было ещё 13 трупов. Но лицо царевича оставалось нетронутым смертью. И был похож он на спящего. В Кракове Гришка даёт обещание, что он сделает, когда станет царём. Так польскому иезуиту говорит, что Русь признает власть Ватикана. Гришка на пути в Москву останавливается в замке воеводы Мнишека. У этого воевода есть красавица-дочь Марина. Гришка влюбляется в неё. Хочет сделать её московской царицей. Марина говорит, что она хочет стать достойной супругой царя, а не какой-то наложницей безмолвной. Гришка объясняется в любви. Убеждает Марину, что он готов с ней быть хоть в степи глухой, хоть в землянке бедной. На что Марина ему отвечает, что она идёт за него, как за наследника московского престола, царевича, а не какого-то бродягу. А Трепьеву неприятно это слышать. Он-то думал, что она его полюбила, а тут такой облом. Тогда Гришка признаётся Марине, что он – самозванец, обычный монах. А царевич мёртв давно. «Ну ты и дебил», – говорит Марина. Гришка бросается к ней на колени. Марина говорит, что у её колен были и рыцари, и графы благородные. И всех она отшивала. А тут какой-то монах. Не смеши мои тапочки. Гришка отвечает, что он всем лгал – и богу, и царю, но ей не смог. «Чем ты хвалишься, идиот? Я что, требовала от тебя признания? Уже если хотел царём стать, так тайну свою хотя бы научился держать за зубами. Что же ты за мужик, говно какое-то?» Гришка клянётся, что это он только ей выдал секрет. Никому, даже под пытками, он не расскажет об этом. «И чем же ты клянёшься, Витязь Благородный?» Наконец-то Гришке надоели унижения. Он ответил, что не станет больше терпеть их, а пойдёт в Москву за троном. Без неё. «А если я всем расскажу, что ты самозванец?» «Да кто тебе поверит, польской бабе? Я нужен всем. И не иметь значения, царевича или нет. Я предлог для войны, которую они хотят». И тут Марина поняла, что в этом что-то есть. «Значит так. Когда сядешь в Москве на трон, тогда шли за мной брачного посла. А до этого даже не думай. Договорились. 16 октября 1604 года. Лжедмитрий с войсками приближаются к литовской границе. Гришка понимает, что ведёт врагов на свою родную землю. Но, как и всякий человек, находит оправдание своим действиям. Он считает в этом виновным Бориса Годунова – цареубийцу. Войска переходят границу. Годунов сразу же посылает свои войска отбить осаждённый Чернигов. Будущий воевода Басманов клянётся, что не пройдёт и трёх месяцев, как самозванца в железные клетки привезут в Москву. Народ же сомневается – на площадях мятежный бродит шёпот. Патриарх советует из Углича привезти в Москву прах царевича, чтобы народ угомонился. Князь Шуйский считает это не лучшей идеей. Он просит разрешения царя самому выйти к народу и поговорить с ним, всё объяснив. Годунов соглашается. 21 декабря 1604 года войско Лжедмитрия побеждает русское войско под Новгород-Северским. Перед Севском Гришка допрашивает пленного. Спрашивает его, как там Годунов в Москве поживает, как народ, ждёт ли его. Пленник отвечает, что Годунов встревожен, а что касается народа, то сказать сложно. Потому как говорить народу о нём запрещают. То язык отрежут, то голову. А войско сколько? Тысяч 30 будет – то больше. И 50 будет. А обо мне какие слухи? Говорят, ты вор, но молодец. Лжедмитрий в предвкушении завтрашнего боя. Ему говорят, чтобы он одумался. У них-то всего 15 тысяч войска. Гришка успокаивает пацанов. Говорит, что один поляк 500 москалей сможет одолеть. На что ему пленник говорит. А как дойдёт до драки, так убежишь от одного – хвостун. Гришка, конечно же, терпит поражение. В разговоре с Гаврилой Пушкиным сожалеет о своём убитом коне. Гаврила думает о разбитом войске, а тот о коне печётся. Самозванец не теряет самообладания, верит, что ещё не всё кончено. Другие пацаны такого оптимизма не разделяют. В царских палатах Борис поручает Басманову добить Лжедмитрия. Но… Сидел Годунов на троне и вдруг у него кровь хлынула изо рта и из ушей. Умирая, он просит оставить его наедине с сыном. Сыну даёт поручение, как царствовать после его смерти. Говорит помощникам взять Шуйского, во главе войск назначить Басманова и держать удар перед боярами, почитать мать и любить сестру. 16-летний сын Фёдор отвечает, что не справится без него. Входят бояре. Пред всеми он передаёт царство сыну. Все клянутся ему в верности. Фёдор делает, как советовал отец – назначает Басманова во главе войска. К нему от Лжедмитрия пришёл парламентёр Гаврила Пушкин. Гаврила говорит, что царевич Димитрий свою дружбу предлагает Басманову и первый сан после него в Московском царстве, если он встанет на его сторону. Басманов отвечает, что Фёдор и так его возвысил и присягу он принёс юному царю. «Ты ведь присягал наследнику престола. А коли есть более законный наследник… Ты пойми – он, может, и самозванец. Но Литва и народ России признали его. Рано или поздно Москва будет его». Басманов отвечает, что предан Фёдору и победит всех, кто пойдёт на него войной. Тем более, что войско у самозванца слабое. Гаврила соглашается с этим, но добавляет, что они сильны не войскам, а народным мнением. Напомнил о городах, которые послушно сдавались царевичу. «Так что подумай, Басманов. Будь благоразумен. Провозгласи Димитрия царём». Басманов обещал дать ответ завтра. Крепко задумался. Правда, в словах Гаврилы была, но изменять свои присяги… Гаврила Пушкин вышел к народу. Сказал, что сам Бог спас Димитрия от смерти. А Бориса Годунова уже поразил. Даже Басманов свои полки привёл к присяге новому царю. Это раньше, мол, был жестокий правитель. А когда придёт Димитрий, всё будет хорошо. Кто-то из толпы сказал, что нужно идти в Кремль, в царские палаты и схватить Борисова щенка. И народ ломанулся. Да здравствуй, Димитрий. Догибнет род Бориса Годунова. Дом Годуновых взяли под стражу. Народ в окне видит детей Бориса – Фёдора и Ксению. Кто-то их жалеет, кто-то говорит, что заслужили они такой участи. В дом заходят бояре. Когда выходят, один из них говорит, что Мария Годунова и сын её Фёдор отравили себя ядом. – Что же вы молчите? – спрашивает боярин. – Кричите. Да здравствует царь Димитрий Иванович! Народ не кричал. Все. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...